Сезонная эпидемия гриппа не за горами. В январе ожидают рост заболеваемости. В Рязанской области продолжает активно реализовываться программа по переселению из ветхого и аварийного жилья. Сегодня губернатор Олег Ковалев осмотрел многоэтажный дом, строящийся в рамках этого проекта. Подробнее в сюжете Оксаны Тебенихиной. В настоящее время строительство нового 14-этажного дома, расположенного на улице Большой, завершается. Проводятся работы по монтажу внутренних инженерных коммуникаций, отделке квартир и благоустройству территории. Одновременно со строительными работами проводится оформление необходимой документации. Из 210 квартир, расположенных в доме, для расселения граждан приобретено 197. Так что уже к новогодним праздникам будущие новоселы смогут начать обустройство своих квадратных метров. Олег Ковалев осмотрел новый дом и оценил ход проводимых в нем работ. По заявлениям строительной подрядной организации, до 3 ноября уже тепло будет во всех трех подъездах. Здесь, вот мы сейчас с вами, где находимся, здесь уже тепло есть. И буквально через день-другой здесь они перейдут уже к чистовой отделке, как подсушить стены чуть-чуть после шпаковки. Вот, то есть сантехнические работы все выполнены, лифты на месте. Есть полная возможность ноябрю месяцем его завершить строительные работы, завершить благоустройство и начинать выдавать людям уже право на заселение и оформлять их право собственности на эти квартиры. С тем, чтобы люди к Новому году уже уверенно себя чувствовали, кто и не переедет даже, все равно он будет знать, что у него уже есть куда переезжать. Олег Ковалев подчеркнул, Рязанская область в рейтинге переселений граждан из аварийного жилищного фонда на сегодняшний день занимает четвертое место в стране. По словам губернатора, выполнение программы переселения идет в регионе с опережением сроков. Мы по этой программе идем с большим опережением. Этот дом должен сдаваться где-то к концу следующего года, по идее. По тем программам, которые утверждены и согласованы с фондом содействия реформирования ЖКХ. Мы уже начинаем работу на домах, которые будут вводиться в 2016 году. Идем работать так, чтобы сдавать дома в более теплое время года. Всего в Рязанской области расселению подлежат 6,5 тысяч граждан, проживающих в аварийном жилье, признанном таковым в начале 2012 года. Это 451 многоквартирный дом. В настоящее время переселено 3213 человек. Для них построено 55 тысяч квадратных метров нового жилья. Финансирование осуществляется из средств регионального бюджета и фонда содействия реформированию ЖКХ. На реализацию адресной программы по переселению из аварийного жилья на период с 2013 по 2017 годы планируется направить около 3,5 миллиардов рублей. Миллионы россиян ежегодно болеют гриппом и острыми вирусными инфекциями. По прогнозам врачей, сезонный подъем заболеваемости в регионе ожидается в январе. Специалисты предупреждают – своевременная вакцинация сможет сдержать натиск вирусов. Некоторые к такому заболеванию, как грипп, относятся несерьезно. Но этот вирус может привести к тяжелым осложнениям, а иногда даже и смерти. Лучшей защитой от гриппа на сегодняшний день считается ежегодная вакцинация. Вакцинация от гриппа проводится ежегодно, и население иммунизируется в рамках национального календаря прививок. Вакцина выделяется государством, то есть прививку определенные контингенты, которые входят в календарь нацепрививок, могут сделать бесплатно. Это дети до 14 лет и школьники, то есть дети до школьных учреждений прививаются, дети, которые неорганизованы в возрасте до 6 месяцев, тоже показанная прививка. Беременные женщины, работники школ, медицинских организаций, сферы обслуживания и лица старше 60 лет с хроническими и соматическими заболеваниями. Учеными доказано, что вакцинация действительно дает положительные результаты. И, как считают специалисты, сейчас самое благоприятное время для этой прививки. Иммунизация идет активно. По области прошлый год охват населения, входящего в рамки национального календаря, плюс 10 тысяч было привито за счет средств работы дателей, составил почти 29%. 28,8%, то есть мы выходили практически на уровень показателей Российской Федерации. Это было привито 310 тысяч человек, включая 100 тысяч детей вошло в эту цифру. В этом году чуть больше был взят план, сейчас планируется привить в этом сезоне 325 тысяч человек, из них 109 тысяч детей, 1000 беременных женщин. Иммунизация идет активно, дети практически привиты полностью, вот эти 109 тысяч, которые были запланированы на иммунизацию, план выполнен. Прививку рекомендуется делать, когда человек здоров. Конечно, вакцина, как и у любого медицинского препарата, есть противопоказания. Но их немного. Вакцина Гриппол, то там идет противопоказание аллергии к яичному белку, если у человека не переносим с яичного белка. Любое же острое заболевание, которое сопровождается подъемом температуры, респираторными явлениями, также будет являться временным медотводом от проведения прививки. И хронические заболевания в фазе обострения также являются временным противопоказанием для проведения вакцинации. То есть нужно будет выдержать 2-3 недели. Наш опрос показал, что большинство жителей нашего города относятся положительно к прививке против гриппа и понимают ее важность. Прививки, я их не люблю, но их делать надо. Они для здоровья полезны. Помогают бороться с простудными заболеваниями. Я так понимаю. Надо прививать, во-первых, детей, обезопасить их от всех заболеваний. Я считаю, что родители должны, это их обязанность, защитить детей от гриппа. Надеюсь, что она все-таки защищает каким-то образом. Профилактику, я думаю, и в дальнейшем будут защищать нас от простуд, от всяческих. Я думаю, это нужно. Конечно, важно вести здоровый образ жизни, правильно питаться, принимать витамины. Занятия спортом тоже укрепят здоровье. А вот места массового скопления людей лучше избегать. А если все-таки заболели, не стоит идти на работу. Сначала нужно полностью поправиться. На днях сотрудники госнаркоконтроля задержали мужчину, который снабжал крупными партиями дизайнерских наркотиков жителей регионов Центрального федерального округа. До того, как стать курьером интернет-магазина, 33-летний рязанец занимался продажами автотранспорта. И, судя по условной судимости за мошенничество, был не против время от времени зарабатывать нечестным путем. За денежные вознаграждения рязанец стал исполнять обязанности перевозчика оптовых партий синтетики массой до килограмма, по существу являясь ключевым звеном в схеме снабжения криминальным товаром сети розничных сбытчиков в разных городах. Мужчина быстро пошел на повышение. В паузах между командировками он начал самостоятельно подбирать курьеров и делать для них закладки с наркотиками. Мимо такого рвения и старания в работе не смогли пройти его коллеги из Пензы, куда злоумышленник тоже вскоре начал провозить запрещенный товар. Задержали нарушителя закона на улице Высоковольтной, а в его съемной квартире на Весенней было изъято 600 граммов так называемой скорости. Это сильнодействующий наркотик N-метилофедрон. Наркокурьеру грозит до 20 лет лишения свободы. Сейчас он находится под стражей. На этой же неделе уже полицейские задержали другого злодея с крупной партией наркотиков. Спецоперацию разработали таким образом, что у 25-летнего рязанца не было возможности быстро избавиться от незаконного груза. Мужчину остановили прямо на улице. Белым порошком в пакете, который обнаружили в ходе досмотра, оказалось сильнодействующее синтетическое средство. А закладки-то Вы как вообще переписываетесь? Где ты узнаешь, где она должна быть? Ну, пишет адрес. И ты на этот адрес, получается, выезжаешь? Ну, получается. Сейчас сотрудники полиции выясняют происхождение крупной партии наркотика и проверяют, кому и сколько запрещенных веществ успел продать злоумышленник. Бездомные собаки в городе – это целый мир, живущий по своим законам и зачастую нежелающий считаться законами людей. В Рязани полемика о регулировании численности безнадзорных псов велась многие годы. Сегодня на заседании Рязанской городской думы депутаты одобрили комплексный план по регулированию численности безнадзорных животных. Главная его нота – это гуманность. На заседании Рязанской городской думы депутаты одобрили комплексный план по регулированию численности безнадзорных животных гуманными методами. Проект документа был разработан по инициативе фракции «Единая Россия» в Рязгурдуме. Реализация мероприятий намечена на 2016-2017 годы. Вы знаете, что состоялась также фракция «Единая Россия» не так давно, и было по ее инициативе предложено администрации составить комплексный план регулирования безнадзорных животных, безумных животных гуманными методами. План администрации был составлен. Он, я хочу напомнить, что закрывает два года. Прежде всего, это нормативно-правовое регулирование. Если мы хотим создать, скажем так, серьезное направление, то мы должны изучить и изменить определенным образом нормативную базу. Это шаги по информационному обеспечению. Это и развитие муниципального предприятия «Лайка», потому что, скажем так, у них есть направление работы и потенциал для того, чтобы это делать. Поэтому, вот, это, наверное, главное направление. План был одобрен, рассмотрен, одобрен. Но, как я уже сказал, он у нас фактически на 16-17 годы. Депутатами было предложено организовать в Рязани новую официальную зеленую зону. Сейчас на территории, расположенной на Московском шоссе, фактически находится сквер. Но юридический участок попадает в зону застройки. 4 декабря в 6 вечера в малом зале административного здания на Радищева, 28, будут проведены публичные слушания по проекту изменений генплана города по изменению статуса этого участка с зоны застройки многоэтажными жилыми домами на зону городских парков, скверов, бульваров. Часть территории этого сквера, она у нас была в зоне застройки многоэтажными жилыми домами. Чтобы предотвратить все, так сказать, негативы в отношении этой территории, было принято решение. Администрация подготовила соответствующие документы, и депутаты приняли сегодня решение об изменении зоны с одной на зону парков, скверов и бульваров. Также депутатами были внесены изменения в правила землепользования и застройки в городе. Согласно этим корректировкам, новые строения и реконструированные здания должны быть оснащены всеми условиями для удобства и беспрепятственного доступа инвалидов. На сегодняшний день такая потребность есть, и уже нас радует, что и социальные объекты новые вводимые создаются с условием обеспечения доступности для инвалидов. Это документ, это решение, оно способствует тому, что действительно обязываем фактически застройщиков, тех, кто развивает территорию, предусматривать вот эти нормы градостроительного комплекса. Кроме того, согласно корректировкам, на каждой автостоянке выделяется не менее 10% мест для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов. Эти места не должны заниматься другими автомобилями. Инвалиды же пользуются ими бесплатно. «Эврика» – легендарное восклицание Архимеда по случаю открытием гидростатического закона. Слово пережило тысячелетие и закрепилось современной речи для выражения радости в случае разрешения трудной задачи. А в Рязани открылся музей «Эврикум». Название говорит само за себя. И хотя организаторы позиционируют экспозицию, интересную прежде всего детям, здесь взрослые также могут найти для себя много неизведанного. 24 октября открыл свои двери для рязанцев музей «Эврикум». Здесь можно совершить экскурсию в удивительный мир занимательной науки и принять непосредственно участие в опытах и экспериментах. Как вы знаете, все в нашей жизни состоит из волн. Например, механические волны, электромагнитные волны и магнитные волны. В данном случае мы видим механическую волну. Как только все эти шарики приходят в движение, мы видим то, что они задают определенную волну, которая похожа на змейку. Большинство интерактивных экспонатов музея увлекательно рассказывают о механике, электричестве, магнетизме, акустике, демонстрируют оптические иллюзии, головоломки и многое другое. Очень хотелось бы, чтобы наши дети перестали постоянно сидеть в интернете, общаться с планшетами, нужно общаться с живыми людьми, встречаться в музее, чтобы все это видеть воочию, все это самим объяснить, наконец-то стать умными. От экспоната к экспонату убеждаешься, что наука – это интересно. В отличие от традиционных музеев, где можно только смотреть, здесь можно и нужно все трогать, крутить, запускать, нажимать и экспериментировать. Каждый экспонат необычного музея представляет собой какой-нибудь прибор, демонстрирующий тот или иной закон физики, химии и биологии. Я узнала еще, что если сесть на гвозди, на много гвоздей, то тебе не будет больно. Очень хорошо, все познавательно, нам все хорошо объяснили и показали много нового. Музей достаточно хороший, все новое, прекрасная обстановка, замечательные экспонаты для развития деток. Столько удивлений, восхищений. Я очень рада, что рядом с моим домом есть такой замечательный музей, где я могу привезти ребенка и воочию она увидит все физические опыты на прекрасных экспонатах. У меня в детстве этого не было. В нашей школе физика была примитивна. Мы не могли ни пощупать, ни посмотреть. Поэтому, возможно, я ее так плохо знаю. Но мой ребенок будет знать лучше. После увлекательных путешествий в мир науки необходимо восстановить потраченные силы. Поэтому музей предлагает посетить пиццериум, а также приобрести научную литературу себе или развивающие игры в подарок в магазине, который также располагается здесь. На этом у меня все. Далее смотрите программу подробностей и прогноз погоды. Мы прощаемся с вами. До завтра. Хорошего продолжения вечера. Субтитры создавал DimaTorzok